Портфель Сбербанка Инвесторий достиг миллиона рублей. Кстати, надо отметить это событие. Хочу поделиться небольшими мыслями по поводу того, что портфель снова достиг миллиона рублей. Я прекрасно понимал в свое время, даже когда портфель мой разделили, часть перевели в Китфинанс, я понимал, что портфель все равно достигнет миллион. И, друзья, со временем он достигнет и 5 миллионов. На самом деле здесь все просто. Это регулярное инвестирование, пополнение и реинвестирование своего дохода, который приносит вам портфель в виде дивидендов и купонов. И со временем ваш портфель все равно будет расти как снежником. Вы добавляете деньги свои, и плюс рынок вам приносит деньги, и вы их опять вливаете в рынок. И таким образом, ну, как говорится, результат неизбежен. Как показывает практика, это так. Вы сами сейчас посмотрите график, убедитесь, как портфель упал, и потом резко он вырос. Если бы Китфинанс деньги не переводились, то здесь уже, возможно, было бы и 2 миллиона у меня. Еще я добавлю то, что поменьше эмоций, всяких спекулятивных действий и тому подобное. Вот я регулярно, не спеша инвестирую, думаю над тем, как больше заработать. Меньше уделяю время рынкам. Ну, стараюсь, конечно же, быть в новостном потоке, так как я веду телеграм-канал. Кстати, ссылочка в описании, подписывайтесь, чтобы скидывать свежую, интересную туда информацию. Ну, и также я туда закидываю свои дивиденды, свои купоны и также свои сделки. Поэтому я в рынке, а так бы я, может быть, даже еще меньше тратил бы время на рынок, думал, как поднять доход от каких-то своих рекламных, своей какой-то деятельности и тому подобное. Самое главное, дивиденды тоже растут. И скоро у меня будет отдельное видео, где мы поговорим про дивиденды за первый квартал 2024 года. А я вам скажу, что из года в год дивиденды растут, и первый квартал был тоже шикарный по отношению к первому кварталу, тому же 2023 года. Хочу напомнить то, что в Кит Финанс тоже у меня портфель уже подбирается под миллион. Это с учетом, конечно же, заблокированных акций и обновленных ценах фондов Финнекс и акций США. В этом видео, это было предыдущее видео, я все это показывал, там и рассказал. Кто не видел, заходите и смотрите, находите на канале это видео, оно было предыдущим. Так что, как говорится, по чуть-чуть везде растем и развиваемся. Может быть, со временем удастся эти все деньги оттуда вывести. Но там еще хорошую лепту у нас внесли и в российские расписки, взять ту же самую, пятерочка, какую ракету она запустила, тот же самый Яндекс и тому подобное. Также я покупаю активно акции Газпрома, дальше вы увидите мои сделки и увидите, что я неплохо, как говорится, скупаю Газпром, пока он на дне. Более детальные свои мысли по Газпруму я писал вот в этом видео, оно, кстати, неплохо набрало, потому что Газпром, это у нас очень популярная акция. Кстати, я посмотрел комментарии подписчиков под этим видео, вы, кстати, тоже можете их прочитать, у некоторых там на миллионы рублей куплено народного достояния. Кто-то говорит, у меня 10 тысяч акций, кто-то там даже сказал, то ли 20 тысяч акций, то есть это все измеряется миллионами. Ну и я тоже, как говорится, друзья, верю в народное достояние и покупаю его на перспективу. И у меня цель это 500 акций ближайшие, думаю, она будет уже скоро достигнута. И причем это будет сделано неизбежно, точно так же, как и с портфелем. Когда мы регулярно занимаемся инвестированием, любым цифрам нет предела. Это так же, как в спорте, если мы будем подтягиваться каждый день, ходить, то мы по-любому подтянемся 10 раз. Это просто неизбежно. Ну а в этом видео по традиции я вам покажу свой портфель Сбербанк Инвестори, по акциям, по облигациям. Также покажу вам свои покупки. Ну и так же Сбербанк выкатил новое приложение на айфон. Планирую тоже, может быть, разобраться в нем, пока еще руки не дошли. И может быть даже запилим обзор. Если это действительно приложение совсем все там по-новому, то почему бы и нет. Вы любите такие обзорные видео и они неплохо набирают. Постараюсь такое техническое видео сделать. Правда, они затратны эти видео, но приходится все-таки делать такой полезный контент. Ну а с вас, как всегда, лайк. А мы начинаем. Поехали на мой рабочий стол. А сначала давайте посмотрим мой график, как я и обещал ранее, по тому, как мой портфель в свое время достигал миллион, а потом он был урезан из-за перевода в Китфинанс. В Сбербанке онлайн откопал вот такую интересную статистику. За три года данная статистика по моему портфелю, она также захватывает события февраля 2022 года. Если вы видите, до этих событий у меня вот так вот органический рост, очень круто. В портфель я сюда агрессивно закидывал деньги со своих депозитов, которые я накопил. Потом, конечно же, в 2022 году здесь я чуть ли не пожалел, что такую стратегию избрал. Пик был у меня на миллион 144 тысячи. А сейчас у меня получается только миллион. И вот здесь вот видите обвал, почему такой. Половину акций заблокированных отсюда изъяли, но они сами по себе упали в цене и плюс их изъяли, получается, в Китфинанс. И вот так представьте, вот так вот очень долго, в течение всего 2022 года я пополнял небольшими порциями, потому что я здесь слишком много замахнулся, денег перенес и осознал, что здесь я совершил ошибку. Очень было трудно, активные доходы упали, надо как-то инвестировать и на что-то, грубо говоря, плюс-минус жить. Сложно, вот здесь было время, но потом вот начался 2023 год, я по чуть-чуть начал увеличивать сумму, плюс реинвестировать дивиденды, плюс доходы более-менее стали восстанавливаться. И вот видите, я уже, возможно, в этом году установлю свой исторический рекорд, который у меня возник по портфелю. Напомню, я начал инвестировать вообще с 2020 года, но там портфель, конечно же, был ниже, у меня был отдельный ролик, где я всю эту статистику показывал. И плюс за вот эти года у меня получилось очень мощно восстановить свои, получается, депозиты. То есть я здесь не только на фондовый рынок вливал деньги, но и наращивал депозиты, потому что ставка в последнее время очень хорошая у нас была по депозитам. Ну и, конечно же, начал добавлять облигации. Вот такая вот интересная статистика, оставим ее у себя пока что на память на рабочем столе. По традиции, как всегда, начинаем с пополнений. Вот у меня здесь задан диапазон, март месяц, 1-е, март, 31-е, март, и сегодня, как раз таки, у нас 31 число, я снимаю это видео. Заполнение у меня всего лишь было здесь 3 штуки, 2 пополнения у меня было на 5 тысяч, соответственно, 12-го, 19-го и 26-го на 3 тысячи рублей. Сегодня выходной день, пополнять я точно не буду. Итого, за прошлый месяц вышло всего лишь 13 тысяч пополнений. Это меньше нормы моей, обычно я минимум 15 тысяч пополняю, но в этом месяце у меня была дорогая покупка макбука, поэтому, на день рождения, поэтому пришлось снизить пополнение. Стараюсь управлять финансами грамотно. На какую сумму мне удалось все-таки купить акции? Вот, я уже посчитал, на 17 тысяч 215 рублей 36 копеек. Из них НКД составлял 38 рублей 91 копейка. Итого, где-то у меня вышло на 17200, грубо говоря, 50 рублей. Что касается комиссии, комиссии брокеров мне составили 10 рублей 33 копейки и комиссии биржи 4 рубля 13 копейки. Итого, в общем, в сложности около 15 рублей комиссии. Теперь давайте посмотрим о моей сделке. Итак, покупки мои начались 4 марта 1, значит, начал я в март месяц с покупки одного лота Газпрома, что составило 10 акций по цене 161 рубль 10 копеек за акцию. Далее, я купил ОФЗ 240, одну штуку по цене 677 рублей. Далее, я купил ОФЗ еще одну 240 по цене 777 рублей 30 копеек. И 238, одну штуку по цене 641 рубль 60 копеек. И завершил шопинг я 4 марта покупкой Сегежа одного лота, что составило 100 акций по цене 3 рубля 96 копеек за акцию. Следующая покупка у меня была 12 марта, это я докупил еще народного достояния. Один лот, это 10 акций, здесь уже была цена 162 рубля 70 копеек. Следующие покупки у меня были 14 марта, здесь у меня было куплено 3 ОФЗ, из них 2 штуки это 240 по цене 658 рубля и 1 штука 242 по цене 867 рублей 80 копеек. Значит, следующие покупки были 18 марта, здесь было куплено у меня получается M-Video, 3 акции по цене 203 рубля 30 копеек. И также Сегежа 2 лота, что составило 200 акций по цене 3 рубля 99 копеек. Покупки мои продолжили с 19 марта, здесь я продолжаю наращивать Газпром. Еще плюс 10 акций в казну, по цене 160 рублей 60 копеек. Дальше, ВТБ получается, прикупил 3 лота, это составило 30 тысяч акций. По цене 2 копеек за акцию, ждем обратного сплита, чтобы было проще все считать. И лотность была другая. Ну и здесь я докупил еще одну акцию ленты, цена 741 рубль 50 копеек. И завершились мои покупки, получается 26 марта. Здесь получается, я купил 2 ОФЗшки 244 по цене 904 рубля, это самая, кстати, сейчас доходная ОФЗшка. И также еще я купил Газпром, представьте, сколько я уже Газпром в этом месяце напокупал. Это еще плюс 20 акций, 2 лота, по цене 157 рублей 90 копеек. Ну а теперь давайте перейдем в мой портфель, посмотрим мой портфель акций и облигаций. Прежде чем зайдем в мой портфель, напоминаю про мой телеграм-канал. Обратите внимание, сюда я публикую вот свои ролики, так что будьте подписаны, вдруг YouTube заблокирует, будем скидывать всю информацию сюда. Также здесь я делюсь новостями, но это много раз я показывал, и также показываю здесь свои купоны, дивиденды и тому подобное. Вот так на сегодняшний момент 31 марта вредит мой портфель, видите, он перевалил за миллион. Ранее я рассказывал историю, как он у меня рос. Прибыль 119 тысяч, была даже, по-моему, 121, и представьте, это при высокой ставке. Несмотря на все это, акции продолжают расти, облигации очень хорошо рухнули. Давайте как раз-таки и начнем у нас с портфеля облигаций. Вот обратите внимание на последний день торгов, видите, многие облигации у нас получаются в минусе. Если мы возьмем за все время, то за все время, видите, вот длинные облигации, да тут даже и он и короткий, и 5 лет, и он и 8 лет, в очень хорошем у меня, по крайней мере, минус. Я заходил в них по более высоким ценам, но я в них заходил, когда они были, ну, не так сильно все равно отросли. Но это все равно показывает, по-моему, портфелю, что цены падают и падают. Значит, стратегия какая у меня? Здесь, чтобы долго опять не застрять внимание, из ролика в ролик говорю. Также было отдельное видео у меня про облигации здесь. Мы продолжим покупать, цены очень вкусные. Даже вот это вот, посмотрите, 244, как свалилось. У нее сейчас, кстати, НКД маленький, 1,54, я вот парочку взял, показывал свои сделки, если вы смотрели. Вот у меня три штуки стало. Самое доходное. Здесь так, купон 11,25, а сейчас и того больше. Так как облигация упала в цене. Возьмем тоже вот, хорошая облигация, 243. Вы посмотрите, цена скатилась уже до 700 рублей. Представляете ли, антикакой пике. Я буду, конечно же, усредняться. Даже если ставку могут повысить, я это уже говорил. Ничего страшного, я сижу до погашения, и у меня, извините меня, портфель минус 250 тысяч был. Я полтора года сидел и не шевелился, и выдержал. И здесь выдержу. Да, другой вопрос. Я просто вхожу в рынок небольшими дозами, потому что я не знаю. Будут повышать ставку, будут ли ее держать. И чтобы постараться как можно больше облигаций купить, стараюсь, ну, как говорится, без фанатизма не спешить. Потому что многие осенью, я же рассказывал, понахапали. Думали, что это будет дно в ноябре-октябре, 23-ю. А оказывается, сейчас пробилось, как говорится, второе дно. Даже вот 240-я, вы посмотрите, да, насколько оно упало. Вот давайте нашу любимую, да, 238-ю. Получается, у нас 17-летку. Посмотрите, почти что скоро уже будет ниже 600 рублей. В два раза почти сложилось. Надо будет тоже поднабрать. У меня 11 штук, будем еще набирать. Ну, в общем, стратегия стандартная. Будем подчуть инвестировать, диверсифицировать портфель. Так будем делать на ежемесячные купоны, чтобы их реинвестировать. Так, что у нас по акциям? Давайте коротко пройдемся. Что касается Алроса. Здесь то, что государство выкупает там сырье. По-моему, это Алроса. Не знаю, или уж совсем тут все плохо, или мы чего-то не знаем. Плюс говорят, что сейчас Алмазы достигли дна. Возможно, в будущем цены вырастут. Но Индия продолжает покупать, кстати, Алмазы. Хотя многие в ЕС там компании хаят правительство то, что обвели санкции. Обратите внимание, Аэрофлот дал жару конкретно. Там у них поток растет. Отчет там выходил у них. Ну, там убыток есть, но он уменьшится. Что хочу сказать. Да, вот у них была доп.эмиссия. И видите, у инвесторов память короткая. Сейчас я вам покажу еще один пример. Помимо Аэрофлота. Видите, все откупают. Поэтому я всегда, когда какой-то негатив, я покупаю и сижу. Я его и по 20 рублей брал. У меня тут 200 акций. Я хотел еще подкупить Аэрофлотчик чуть-чуть. Риски как бы осознаю наперед. Для диверсификации, да и вообще. Это отрасль мало у нас предоставлено. Я это все пересижу. И память инвесторов пересижу. ВТБ ждем здесь обратного сплита. У них был недавно отчет. Не помню, сколько они там заработали. Но Костин заявляет, что за первый квартал типа сотку они сделают. Газпром МСФО отчет по международным стандартам должен быть, по-моему, в мае. У меня уже 480 акций. Хочу к отчету, я уже рассказывал, 500 набрать. Сейчас цена очень вкусная. Хорошо было бы, если по 150. Цель у меня 500 акций. Сейчас еще надо добрать в этом месяце. И все, как говорится, к труду и обороне. Я готов. В Газпром я верю. Газпром у нас любит. И он ходит в топ 5 акций от московской биржи. Народных акций. Вот, Positive Technologies тоже. Вот такой кейс, где память у инвесторов плохая. Вот здесь он вырос. Сейчас они объявили о допке. Я вот здесь затарил. Ну, взял вот одну акцию. Я думал, будет ниже. Вот надо было бы еще взять. И видите, как они там объявили допку. Все, да, там параметры оказались не очень. Но инвесторы-то тут уже скинули. Я не удивлюсь те, которые скинули. Еще тут же его и купили. И результат, видите, как всегда, я пересидел. Негатив инвестора. И единственное, что у меня одна акция. Ну, и то она уже плюсует на 600 рублей. Поэтому, понимая психологию, понимая страх инвесторов, негатив, и если ты более устойчивый, более грамотный, работаешь на перспективу и много чего понимаешь, как, что примерно устроено, то ты многих можешь инвесторов просто переграть. Да, у всех данные одинаковые. Кто-то быстрее получает, кто-то нет. Но составляющая эмоциональная, да, и психика у всех разная. В этом мы все отличаемся. И вот у кого более прочная психика, кто более хитрый, да, продуманный, у кого какие-то более длинные горизонты, тот, конечно же, будет всегда превосходить многих инвесторов. Интераву объявила дивиденды там в районе что-то, по-моему, восьми доходности. Кубышка у них, по-моему, 400 миллиардов. Лукойл объявил тоже дивиденды. Дивиденд разочаровал. Многие ожидали, что они заплатят 600, по-моему, с чем-то рублей. А там, по-моему, даже 500 рублей. По-моему, 490, не помню. Очень много цифр за последнее время. Лента неплохо развивается, вышел тоже неплохой отчет. Инвесторы эту акцию раскушали, а до этого они про нее забыли. Сейчас они развивают форматы у дома, так же, как пятерка и магнит, и у них пошли показатели нормальные. Вот я уже усредился, нормально, у меня уже 20 акций, средние 959. Ждем в будущем дивиденды, это на перспективу. Так, ММК зарекнулся про дивиденды, здесь мы ждем. Магнит здесь, у них там тоже неплохо. Кто-то почитал, что дивиденд может быть и 800 рублей, там 85, по-моему, миллиардов у них, РСБ у них был. М-видео и многие говорили, что это банкрот, у них тоже выходил отчет, не помню, говорил ли нет. Все довольно-таки неплохо, долг снижается, уже долг и беда тоже, поэтому все нищак, чем начало. Мосбиржа 17 рублей, объявила дивиденды, видать, они реабилитируются из-за прошлой года, когда вообще отменили, когда инвесторам там панты насыпали, а сейчас вроде бы 65, а чистой прибыли вышло. Так, НЛМК вообще молчит. На Ватекс должны быть вот в апреле дивиденды, я не помню, сколько там, 44, что ли, рубля. Так, ну у Русала тоже выходил отчет, там все плохо, себестоимость дорогая, у них Россети неплохой отчет, вышел там из-за консолидации, в большинстве случаев, ну, дочки им помогли за вышенную прибыль, ну, так там тоже была неплохая прибыль, я тебе не помню, в обществе, что ли, 128 миллиардов. Для ННР тоже там выходил отчет, что-то в районе 22 рублей здесь на акцию, тут доходность 12, ну, не очень для инвесторов, когда облигации могут дать такую же доходность. Ростелеком здесь растет и растет, голова заявил, что дивиденды будут, они будут выплачивать, плюс, хотя дочку какую-то свою выпустить. Так, Сбери, собрание отменили, значит, Сбери дивиденды нам ждать, наверное, придется в июне, в июле, хотя в прошлом году мы вообще их в сентябре, по-моему, получили. Северсталь, тут диво, бьявление, у Сигежи все плохо, ДОХ там достиг то ли 130 миллиардов, короче, будет, скорее всего, ДОПК, здесь какая моя ситуация. Я, конечно, докупал до отчета, я, здесь была, конечно, ставка 50 на 50, либо плохой отчет, либо хороший отчет, да, я думал, что будет хороший, но в итоге у Сигежи за год вообще ничего не изменилось. И получается, что глава компании сказал, что будет ДОПК, здесь я жду, короче, ДОПК, пока покупать не буду, если ДОПК будет мощная, да, там у них ДОПК мощный, акция может, в принципе, скатиться, рубля до двух, может быть, до полтора, может, вообще рубль. Тут-то я, конечно же, подзакуплюсь и устребнюсь рубля до три. И опять же, буду сидеть года два-три и пересижу у других негативных инвесторов, так же, как ДОПК была с ВТБ, и ВТБ сейчас попозже вырастет, я думаю, бенефициар ситуации. И с Аэрофлотом, ну, инвесторы быстро все забывают. И с Позитивом, так же и тут будет ДОПК, сначала негатив, мы на этом негативе скупим, ну, подумаешь, там долю размоют, но все равно со временем-то либо дивидендами, либо другими акциями отобьется, потому что для этого и у нас есть диверсификация. Мы не знаем, где какой будет негатив, кто-то отменит дивиденды, кто-то сделает ДОПК, кто-то вообще вот так, как полиметалл и киви, да, некрасиво поступит. Где-то еще, может быть, какой-то кидаловый, поэтому здесь только диверсификация, никому нельзя верить на рынок, плюс государство может какие-то пошлины вести, так что тут диверсификация наше все, и среднее по больнице мы в любом случае не проиграем. Транснеев тоже вышел неплохой отчет, где-то дивиденд, может быть, там, 190-180-200 рублей у них будет, ну, тоже где-то 12-13 процентов. Ну, а Юнипро здесь пока все заключается в иностранных этих акционерах. У Лукойла, кстати, 1 триллион где-то примерно чистой прибыли на счетах. Дивиденды они зажали, поговаривают, кстати, что, возможно, они будут выкуп делать. Ну, посмотрим, как говорится. Ну, вот такой вот небольшой обзорчик. Надеюсь, данное видео понравилось. Я продолжаю свою рубрику. На протяжении всего своего времени инвестирования вы всегда можете отмотать и посмотреть мою историю инвестирования. Пишите в комментариях, какие совершаете вы сделки, что покупать, облигации, акции. Будете интересно почитать. С вами на связи был я, Фокин Евгений. Пока скоро увидимся. Впереди много полезного и интересных видеороликов. В том числе будет скоро ролик про дивиденды за первый квартал 2024 года.